Доброе утро, дорогие друзья! Ну и сегодня в нашей студии Кирилл Овсянников, менеджер и игрок команды «Уральские молнии», а также Лев Скурихин, капитан нападения юниорской команды «Уральские молнии». Доброе утро, мужчины! Популярность «Уральских молний» команды по американскому футболу, нашей по Екатеринбургской, набирает обороты. Я слежу за вами в Инстаграме и ВКонтакте, в общем, и лайки ставлю на фотографии, болею всячески, переживаю за вас и всех призываю это делать. Ну, вы уже объездили нескольких городов с играми, ну, по крайней мере, в этом сезоне. Как вообще самостоятельно оцениваете вот этот сезон команды «Уральские молнии»? Ну, я бы сказал, что этот сезон, он еще не закончился для нас, но он уже, там, большая часть его прошла. Мы, конечно, оцениваем очень положительно. Команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата России, то есть мы выиграли в дивизионе «Урал-Поволжье». Соответственно, вот впервые в истории поехали в Москву играть четвертьфинал против сильного московского клуба «Спартанцы». Поэтому это, конечно, для нас выход на новый уровень. И, в принципе, этот сезон, конечно, он, ну, очень-очень хороший для нас. Ну, Юля, ты знаешь, что такое тачдаун? А Лев точно знает, что это такое. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Скажите, в какой класс вы нынче отправитесь завтра? Я отправляюсь как бы в четвертый класс. В четвертый класс. А как давно вы занимаетесь вот этим видом спорта? Ну, полтора года. Полтора. И что, за полтора года Лев чему научился? Ну, так он уже капитан, понимаешь, нападения. Да. Чему научился Лев за полтора года? Ну, я как бы научился бить сильнее, бегать, ну, кидать мяч. Бить сильнее на поле или вообще, в принципе, всех? Ну, и то, и другое. Вот как. Вот как. Ну, что ж, Лев, скажите мне, пожалуйста, а девочки ходят смотреть на ваш вид? Ну, только как бы на... Мамы. Девочки-мамы. Да. В четвертом классе еще пока поменешь, что так себе девочки. Мне интересуется, да, может, именно спорта. Лев, ну вот на вас довольно сложная экипировка. Вот вы можете рассказать, из чего она состоит? Что на вас надето? Ну, она состоит из шлема и каркаса. Так. Он тяжелый. Именной. Лев. Куральский молния. Так, так. Каркас. Да. Если вот, как бы, игрок хочет дополнительное, например, бриджи с щитками, бутсы, это его желание. А, то есть можно и без щитков выходить, сказать, заниматься? Ну, как бы, не очень желательно, да. А вообще дорого ли обходится родителям вот этот вид спорта? Это удовольствие. Ну, вот, к сожалению, из-за роста курса дороговато, объективно, потому что вся форма производится и везется из Европы или из Соединенных Штатов в основном. И поэтому, конечно, вот цены очень сильно зависят от этого. Если раньше можно было комплект купить там буквально за 10 тысяч рублей, что, в принципе, достаточно, ну, такие нормальные были деньги. Сейчас это очень тяжело сделать, это какая-то либо поддержанная форма, либо еще какие-то варианты. Поэтому, в принципе, ну, вот комплект сейчас можно, допустим, на ребенка, на юниора можно взять за приблизительно там 15 тысяч рублей. То есть это вот такая стоимость. На взрослого игрока это еще дороже. Это на весь сезон, правильно ведь? Должно, по идее, хватить. Формы хватает, безусловно, не на один сезон. А, даже на один? Да, то есть можно, да, скорее тут проблема в том, что они скорее вырастут из этой формы и придется покупать новую по объективным причинам, а не потому, что что-то сломалось, порвалось. Слушай, ну, у меня есть девчачий вопрос. А американский футбол это то же самое, что регби? Нет, это не то же самое, что регби. А в чем отличие? Мяч-то вроде вот похож ведь на регби? Он похож, но даже мяч отличается очень сильно. Если вы видите, то мяч для американского футбола, он такой сигарообразный, а в регби он овальный. То есть у него такие закругленные концы. А вот это вот сигарообразный? Ну, да, считается, что мяч сигарообразной формы. Ага. И шнуровка. Да, есть шнуровка на мяче для того, чтобы мяч можно было взять полноценного одной рукой и хорошо, нормально кинуть его. На самом деле вопросов очень много. Я вот думаю, что вот сейчас, в преддверии 1 сентября, многие родители задумываются вообще, куда дать ребенка дополнительную нагрузку, какую ему дать, кроме школы, я не знаю, английского и домашнего задания. Вот вы, как тренер детской юниорской команды, расскажите нам и нашим зрителям, какие есть плюсы именно вот этого вида спорта для детей, с какого возраста вы берете, я не знаю, что может помочь развить американский футбол у ребенка. Расскажите нам. Ну, на самом деле детей мы набираем с возраста 9 лет, потому что этот возраст самый оптимальный, когда ребенок уже примерно понимает, что он хочет, зачем он пришел в спортивную секцию. И, соответственно, есть возможность эффективно его обучать каким-то новым навыкам. Что касается как раз навыков, которые развиваются в американском футболе, то кроме общей физической подготовки, я бы сказал, что это такая тренировка и закалка характера. Ну, по льву видно, он очень серьезный мужчина. Он же лев. Очень серьезный. Американский футбол игроконтактная, и волей-неволей всегда происходит определенное взаимодействие между игроками. То есть банально игроки просто толкаются друг с другом, наносят какие-то удары друг к другу. Ну, это просто мотивирует ребенка переступать через вот эту боль, какую-то небольшую, какой-то дискомфорт, страх, безусловно. Переступать через это, и, соответственно, это идет реально хорошая закалка характера. Слушайте, как вырастить смелого мальчуга на вопрос, я думаю, в головах многих мам сидит. Ну, девчонки, ладно, пусть они танцуют. А вот мальчишки, мне правда, кажется, должны заниматься чем-то серьезным таким видом спорта, который не для слабаков. И я предлагаю прямо здесь, в нашей студии, посмотреть небольшой мастер-класс от юниорской команды «Уральские молнии». Кирилл вот нам расскажет, какие элементы ребята выучили. И сделаем давайте это прямо сейчас с большим удовольствием. Вообще мы хотели показать небольшой мастер-класс, небольшие тренировочные упражнения, которые мы используем в повседневных наших тренировках. И поможет мне, помогут мне игроки нашей команды, соответственно, Лев, которого уже представили, и Артем Квач, и Глеб Стрельцов, тоже игроки нападения юниорской команды «Уральские молнии». Ну что ж, выходите тогда на нашу площадку, мы ждем с нетерпением, заинтригованы. Как же выглядит тренировка «Уральских молний» мы сможем посмотреть прямо здесь, в студии. Очень круто. Сейчас ребята будут выполнять одно из самых базовых упражнений, базовых действий на поле – это блокировка. То есть задача обоих игроков – отодвинуть соперника, сдвинуть его с места и желательно вообще его куда-нибудь отодвинуть в сторону. Тогда он открывает проход на поле для игрока с мячом. И игрок с мячом может по этой территории свободно, бесконтактно бежать. Слушайте, ну давайте посмотрим на этот элемент. Выглядит сурово. Да. Оу! Вот мы видим, Глеб оказался чуть-чуть проворнее. Слушайте, а есть ли какие-то ограничения в этом элементе? Я не знаю, что нельзя кричать, нельзя запугивать. На самом деле, конечно, в американском футболе очень много правил, очень много ограничений. Тем, кому кажется, что это просто игра, как бы посильнее кого-нибудь ударить, это не так. Потому что очень много разных ограничений. Например, при блокировании игрокам не разрешается захватывать друг друга. Они не могут удерживать друг друга руками, дергать, допустим, на себя и так далее. То есть это именно толчковая техника. Давайте посмотрим еще какой-нибудь элемент. У нас есть еще одно тренировочное упражнение, оно называется пулемет. Главной целью этого упражнения является закалка как раз характера, закалка такой вот ударной выносливости. То есть игрокам очень важно научиться держать удар соперника. Не валиться с поля, не валиться на газон. Как выглядит этот самый пулемет? Один игрок располагается, перед ним стоит, как правило, две колонны из игроков. Ну, у нас не колонны, у нас просто два игрока отдельно. Один работает в правое плечо, другой работает в левое плечо. А что за слово он говорит? Захват? Нет, он говорит слово set, heart. То есть это внимание, марш. Set – это по-английски установка, то есть внимание. Heart – это, соответственно, начало. Вот он, американский футбол. Даже, видишь, команды выдают на американском языке. Ну, еще какой-то элемент мы знаем вы приготовили, кроме вот пулемета и первой блокировки. Ну, здесь скорее речь идет о работе с мячом. Я попрошу Льва взять мячик и, соответственно, показать вкладку, как вообще происходит передача игрока от как раз капитана нападения квотербека, передача игрока на бегущего. Соответственно, Льва сам скомандует, и можно будет увидеть. Ой. Так происходит. А выглядит вообще несложно. Вот мне кажется, даже я могла бы справиться. Со стороны выглядит очень несложно, но очень много маленьких технических нюансов. которые определяют все. Из мелочи определяют в этой игре, к сожалению, все. Или, к счастью… Слушайте, к счастью, конечно, да очень круто. Американский футбол. Возвращайтесь, присаживайтесь. Мы благодарим всех участников юниорской команды «Уральские молнии». Напомним, что у нас в гостях был тренер юниоров и участник, и менеджер взрослой команды по американскому футболу «Уральские молнии». Молнии, друзья, сезон еще продолжается. Приходите болеть. Ближайшая игра когда, где будет? Ближайшая игра у нас будет в Челябинской области, в городе Кыштым. Вот так. Внезапно. А в Екатеринбурге, может быть? В Екатеринбурге мы планируем какой-нибудь хороший товарищеский матч в конце сезона провести для болельщиков, потому что официальных игр у нас уже, наверное, дома не будет. Но вот что-нибудь для болельщиков, какой-то матч такой прощальный в этом сезоне, где-нибудь в октябре или в конце сентября мы попробуем провести. В общем, ждем с нетерпением. Да, друзья, мы благодарим Кирилла Овсяникова. И в свою очередь сейчас научимся, как же быстро сделать завтрак для наших школьников. Впереди Андрей Сальников, наш шеф-повар. Оставайтесь с нами.